Вот тут стоял, вот тут стоял. Где? Где ты гавка? Показывай. Где? Показывай, где? Ёжики, где? Где ты? Где ёжика видишь? Где? Ну? Показывай. Где? КОНЕЦ Привет, друзья! И снова с вами канал Волга Спин ТВ, и я его ведущий Сергей Иванов. Давно мы не встречались уже в нашей такой импровизированной студии, диванной, на каких-нибудь обзорах. Но, обещаю, этот обзор уже будет самый крайний в этом сезоне, я имею в виду до поездки в отпуск в Астрахань. И вот по какой причине. Ну, во-первых, кто смотрит мой канал, знает, что у меня есть такой вот раздел, такой плейлист, где под названием «Астраханские хроники». Где я показываю, как мы с друзьями отдыхаем в этом регионе, в Астраханском, понятно по названию. Каждый год, в августе мы выезжаем, каждый год с друзьями, в одно и то же месяц, в одно и то же время мы выезжаем с друзьями на отдых в Астраханскую область. Места иногда меняем в зависимости от обстоятельств, но придерживаемся той конвы, что если ты не побывал в этом году в отпуске, именно в этих местах, то следующий год у тебя будет не очень удачный. Но это так, отступление. Почему и что послужило причиной сегодняшнего обзора? Ну, во-первых, будучи в Астрахани на отдыхе, мы всегда отдыхаем, скажем так, в условиях кемпинга. То есть палатки, где-то на берегу водоема и, естественно, ну, то есть непосредственно рядом, прям непосредственно на природе. Не турбаза, турбаза немножко отличается по, вот, именно по быту там, по всему прочему. Но здесь самое не главное быта, а главное то, что где мы находимся. А мы находимся непосредственно в гуще событий, там, где происходят какие-то природные естественные процессы. И кто-то видит, кто-то не видит, но многое проходит стороной, я имею в виду какие-то интересные события. И иногда хочется просто быть свидетелем тех или иных событий, я имею в виду природных, там, животный мир особенно интересен. И не всегда мы можем быть с камерой в том месте, где это происходит. И в том году я уже решил, что вот на этот сезон обязательно приобрету фотоловушку, а речь пойдет именно сегодня о ней, для того, чтобы показать вам, что происходит, вот именно то, что не попадает именно на объектив, именно самой экшн-камеры. Итак, на обзоре сегодня вот такая вот видеокамера, фотоловушка. Вот, ну, называется она VGM, но бренд от Уланзи. Уланзи, бренд такой довольно-таки известный, занимается как раз-таки производством всевозможного оборудования фото. Вот у меня, я приобретал буквально недавно, такой вот трипод, очень такой, довольно-таки приличный. Здесь у него такие вот, ну, специальные на шарнирном соединении крепления. В общем, здесь даже плюс то, что есть специальный пульт для камеры. Ну, это непосредственно для телефонов под управлением операционной системы iOS. Ну, также можно подобрать и для Android. Ну, для iOS я вот нашел прекрасную штуку с пультом, можно делать снимки. Устанавливаем сюда камеру. Тут даже, кстати, есть уровень. В общем, все очень так интересно сделано. Все качественно, серьезно. Здесь уже вот мне все, что понравилось. У меня до этого был вот такой же трипод, как осьминог, ну, по принципу осьминога, да, вот на таких вот шарнирах пластиковых. Но при сильной нагрузке они выскакивают, а здесь уже такой вот более серьезный, прорезиненные ноги. Вот. Раздвигается. Вот так вот можно вставить телефон сюда. Вот здесь такие вот. Или же закрепить вот уже на стандартный такой вот винтовой разъем. уже установить любое оборудование, которое у нас может использоваться при съемке. Итак, смотрим, какая у нас комплектация. Что здесь есть? Паспорт. С данными это мы вернемся чуть позже к этому делу. Так. Сама камера. Я уже тут на нее, конечно, понятно, что открывал. Значит, здесь есть специальный ремень того, чтобы закрепить камеру где-то на стволе дерева или на чем-то какой-то еще. Кабель. Менее USB. Потом. Ну, здесь вот был, так, футляр, чехол для CD-карты. Она уже стоит в камере. Такого плана. 16-ти гигабайт на. Согласно паспорта, поддерживает, здесь у нас до 128 гигабайт карту памяти. Так, вот крепеж. И вот такая специальная фурнитура для установки камеры на какую-то жесткую поверхность. Ну, на стену там или еще-то. Тут саморезы, дюбеля. И вот. Так, больше тут ничего нет. Убираем. И вот такой вот интересный тестер. Для проверки зарядки батарей. Кстати, очень порадовало. То есть, можно аккумуляторы проверять, всевозможные батареи. И вот здесь вот 9 вольт. Ну, так называемая крона. То есть, такой вот маленький приборчик. Ну, довольно-таки приятная приблуда для вот этих всех дел. Хочу сказать, что комплектация довольно-таки хорошая. Единственное, что в комплекте не идут сами батарейки. Ну, они приобретаются отдельно. Камера мне понравилась чем? Ну, во-первых, своей, ну, такой вот компактностью. Она весит 360 грамм. Ну, плюс с батарейками, видимо, больше. Ну, где-то примерно грамм 600, наверное, она вот так вот весит. Так, увесистая. То есть, чувствуется, что здесь дело серьезное. Значит, камера имеет матрицу 4 мегапикселя. Ведет съемку как фото, так и видео. Фото снимает максимально... Сейчас мы посмотрим. Максимальные снимки, значит, 24 мегапикселя получаются. Видео снимает 4К максимально, максимально 4К. Имеет три датчика движения. Это центральные и боковые. И угол, значит, угол у него 120 градусов срабатывания. А угол обзора самой камеры 90 градусов. Что мне понравилось и почему я выбрал именно вот эту камеру, а не какую-то другую. Ну, во-первых, здесь есть модуль Bluetooth и модуль Wi-Fi. Нету никаких GSM-модулей для передачи снимков или снимков по электронную почту или ММС. Все это, конечно, заоблачно, заумно. И нет необходимости иметь такую вещь. Потому что, во-первых, если снимаете где-то в лесу, понятно, что там не везде есть сотовая связь. И это нет просто необходимости тратиться на эти вещи. Плюс там большие файлы она не отправляет, а только какие-то там мелкие. Ну, в общем, это оборудование с модулями именно передачи по сотовой связи. Это уже там, кто занимается профессиональной съемкой. Там какие-то, в основном, спецслужбы, которые занимаются там в природоохранной. Там, возможно, это и надо. А вот для любительской, я считаю, это самое нормальное. Камера где-то даже, если установлена в каком-то месте труднодоступном, чтобы постоянно лазить, проверять там флешку, можно спокойно зайти с телефона, проверить карту памяти. Также можно удалить какие-то ненужные там вещи с этой камеры. И, соответственно, и даже еще и просмотреть. Поэтому Wi-Fi все вопросы решает именно удаленного доступа к самой камере. Единственное, что необходимо будет, вот именно поменять аккумулятор. И, соответственно, и все вопросы решает именно удалить. Если он, допустим, подсел. Хотя здесь, в камере, есть специальное гнездо. Вот он открывается. Это дополнительное питание. Здесь также можно подключать 6 вольт дополнительное питание. Давайте посмотрим, как она устроена. У нас пульт управления. И что конкретно уже по ее характеристике. Так, открывается она у нас. Вот так вот. Здесь у нас монитор. Кнопка включения. И так, выключение. Ну, то есть, вот она, три положения есть. Выключено. Режим тест и настройки. И режим работы. Вот эта кнопка смены режима. Это у нас подтверждение. Это вверх-вниз. Ну, в общем, в принципе, все понятно. Так, делаем включение. Здесь установлен динамик. Ну, то есть, как в нормальной камере. Она пишет в формате AVI. Ну, такой формат в основном в этих камерах и применяется. В более дорогих там другие форматы. Что у нас здесь есть? Ну, вот верхняя кнопка. Мы смотрим. Выбираем режимы. Я установил сейчас максимальные показатели. То есть, если фото, то максимальное разрешение. Вот здесь сейчас карта пустая. Пишет, что нет файлов. Если какие-то файлы есть, тогда мы можем смотреть уже записи фото и видео. Первое. Значит, здесь выбор режимов съемки. Можно выбрать фото. Можно выбрать видео. И можно выбрать фото плюс видео. Ну, и при том, когда вы выбираете, что необходимо сделать, мы нажимаем подтвердить. И оно сохраняет. Дальше. Следующее у нас идет выбор размера фотографии. Вот я выбрал верхнюю. Это 24 мегапикселя. Самый большой размер. Здесь есть, вот, смотрим, самый минимальный, какой может быть. Ну, самый минимальный, это 1 мегапиксель. Вот, размер. Почему выбрал большой? Потому что, если брать какой-то момент, то лучше брать, работать с большой фотографией. По крайней мере, какая детализация будет намного лучше. Поэтому оставляем вот этот вот 24 мегапикселя. Мульти-шот. Ну, это серия снимков. Серия снимков по рекомендациям, опять же, обзорщиков. Одно, два или три фото. Я выбираю три фото. То есть, при срабатывании затвора, срабатывает три, делаю сразу три снимка подряд. И потом выбираете самый лучший. Так. Видео. Так. Разрешение видео. Ну, вот этот я взял самое большое. Самое маленькое. 640 на 480 пикселей. Ну, выбираем самое большое. Это так называемое 4К. Вот. Меняем. И подтверждаем. Дальше. Выбираем продолжительность ролика видео, который будет писать камера. Ну, я выбрал 30 секунд. В принципе, нормально. Ставил больше. Ну, некоторые ставят минуту. Но, опять же, здесь, смотря, что мы предполагаем снимать. Если мы будем снимать где-то на каком-то месте, где будет кормушка, там, или что, где животные, или там какие-то объекты будут долго находиться, то там можно поставить более продолжительное время съемки. Но, если мы берем какие-то моменты, там, устанавливаем камеру на тропинке, там, или еще где-то, где момент, ну, где-то недолго будет находиться объект. Поэтому 30 секунд будет достаточно заснять эту камеру. Ну, камера заснимет именно наш объект охоты, так называемый, в кавычках. Поэтому 30 секунд я оставил предпочтительнее. Дальше. Здесь выбираем включение микрофона. Ну, понятно, что будем писать со звуком. Дальше. Здесь пауза, между которой, между сработками будет происходить пауза. И обработка, ну, обработка сигнала за 10 секунд не пройдет. Если, допустим, ну, это уже на аппаратном уровне, то есть, по идее, для того, чтобы видео обработалось полностью в памяти карты, необходимый интервал такой же, как и продолжительность, или больше, чем видеосъемка. То есть, по идее, должно снимать 30 секунд сняло. И вот эта пауза должна быть, если будет 30 секунд и больше, тогда обработка произойдет. Но она, когда находится в спящем режиме, тогда и происходит обработка всех файлов, которые она наснимала. Не снимает она постоянно вот в таком режиме, а где-то там объект прошел, потом она может простоять и час, и два, если ничего не происходит. Поэтому 10 секунд я оставил в этот режим, для того, чтобы смена какой-то обстановки была небольшая. Возможно, что-то какие-то интересные моменты будут засняты. Значит, боковые сенсоры. Значит, смотрите, если мы поставим вот эти сенсоры боковые, они центрально у нас работают постоянно, датчик движения, а боковые его можно включать или отключать. Для чего это делается? Это делается для того, что если камера устанавливается где-то в помещении, или где нет необходимости брать боковые сигналы, улавливать, поэтому можно выставить отключено, и она будет направлена на определенный узкий коридор или что. Она будет сработать, достаточно будет одного датчика. Если мы снимаем где-то на улице, и где-то там, чтобы камера заранее вошла в режим включения, то, соответственно, включаем датчики все полностью. Поэтому датчики у меня все включены. Здесь выбирается три режима. Это чувствительный, самочувствительный, средний и низкий. Это для вот именно выбора режимов срабатывания датчиком. Ставлю самый высокий для того, чтобы срабатывало на любое движение. Дальше, что у нас есть? Здесь также есть таймер времени работы камеры. Здесь можно установить время, когда камера начнет работать, и когда она закончит. Допустим, если мы заинтересованы только в съемках ночных, то мы устанавливаем там сначала, допустим, ночи, и когда она будет только ночью снимать. То есть устанавливаем временные промежутки времени, начало работы и окончание работы камеры. Тоже очень интересно. Хорошая функция. Так, для того, чтобы выйти из меню сразу, не проходя все эти, мы нажимаем вот эту вот мод, и, соответственно, она у нас переходит сразу в самом начальном. Но эту функцию я отключаю, так как мне режим таймер пока сейчас нет необходимости его использовать. Дальше. Таймлапс. Ну, это здесь у нас снимки. То есть не снимки, а, хочу сказать, это таймлапс. Это вот для съемок какого-то в замедленном действии, какого-то длительного, продолжительного действия. Допустим, сходит солнце, и понятно, что мы не можем поставить камеру, там, установив ее на горизонт, где восход, и снимать ее по каким-то там вот этим позициям. То есть займет очень много камеры. А если она будет срабатывать через какой-то промежуток времени, соответственно, мы здесь вот устанавливаем эти вот промежутки. Таймлапс делает не фото, а снимает короткие видео. Я, поэтому здесь установить, вот я установил 3 секунды, этого достаточно. Ну, это минимальное. Минимальное видео 3 секунды. И вот, соответственно, если она у нас 3 секунды, его можно менять. Больше, меньше. Ну, таймлапс, видите, вот я сейчас ставлю минимум, вот оно уже 59 секунд, то есть 1 минута. Но 3 секунды это достаточно. И так, подтверждаем. Ну, пока мне таймлапс не нужен, потому что если мы сейчас его включим, она у нас будет в режиме вот именно вот этой съемки. Оставляем выключенную. Так. Здесь у нас выбор языка. Ну, все языки есть, кроме русского. Оставляем английский. Значит, также здесь есть установка времени. Время у меня уже установлено. Выбираем также нам, как подходит. То есть, сначала там число, месяц, год. Ну, кому как удобно. И, соответственно, время. Здесь есть впечатывание в снимок самой вот информации по то, что идет под низом. Это вот впечатывается там по параметрам съемки. То есть, когда там день, ночь, потом во сколько там, ну, там какая температура, там все это прочее. Ну, так для информационной, вот снизу кадра, она делает, снимка делает, впечатывает именно все данные по съемке. Вернемся обратно. Так, что я тут ее не включил. А, ну, дату и тайм у меня она включена, поэтому она впечатывает. Дальше, что у нас идет. Значит, вот это вот у нас пасворд. Ну, это, если надо будет установить для доступа, мы устанавливаем соответствующий код доступа, четырехзначный. и, соответственно, кто-то посторонний, не зная кода, не сможет и камеру включить, зайти в настройки и практически пользоваться, и пока не подберет подходящий код. Это у нас, здесь у нас это включение микрофона. Микрофон можно включить, можно отключить. Но микрофон, соответственно, при записи видео всегда лучше быть включенным, держать. Поэтому оставляем его включенным. Дальше, что это? Так, ну, форматирование карты. То есть, выбираем да, нет и форматирование карты. Карта у меня отформатирована, поэтому нет необходимости ее дальше форматировать. Так. Здесь у нас название камеры можно придумать. Ну, я назвал, как обычно называю. Но это, в принципе, дело кому как удобно. поэтому, что впечатывало название камеры, с какой идет съемка. Когда будем просматривать. Ну, это имеется в виду, я думаю, когда много камер, чтобы знать, с какой камеры вы просматриваете ролик. Дальше, что у нас идет? Это сброс настроек. Вот. Если к заводским настройкам. Поэтому здесь мы пока трогать не будем. Значит, здесь авто выключение Wi-Fi, когда оно, ну, я поставил среднее значение, через 2 минуты Wi-Fi отключается, если камеры не пользоваться этой функцией. Оставляем ее 2 минуты. Дальше. Название сети Wi-Fi. Ну, как она была вот здесь вот, так она я и оставляю. Можно свое название придумать, ну, оставляем пока вот это, для обнаружения. Так, Wi-Fi, так, это здесь, ну, по умолчанию стоит номер Wi-Fi доступ. Так, такие вот цифры, можно, кстати, сделать свои. Версия прошивки такая. Так, ну, вот и все, в принципе, и все. Вот так, дальше, что можно сделать еще. давайте попробуем посмотреть, как она работает. Именно зайдем в настройки через гаджет.